Вступительная кампания продолжается. Теперь жаркая пора настала для выпускников высших учебных заведений. Международный гуманитарный университет продолжает набирать студентов на магистратуру. Помимо этого, набор все еще осуществляется на заочную форму обучения на разных специальностях. Подробности далее в сюжете. Вступительная кампания в Международном гуманитарном университете продолжается. Совсем недавно стартовала подача документов на степень образования магистр. В этом году этот этап поступления также понес небольшие изменения, которые только на руку абитуриентам. Международный гуманитарный университет предоставляет возможность получить второе высшее образование без сертификата единого вступительного экзамена по английскому языку, а только на основе прошлого диплома магистра или специалиста. Я вам хочу сказать, что президент Международного гуманитарного университета, академик Ивалов Сергей Васильевич, он очень хорошо разбирается в сфере образования, у него очень хорошая коммуникация с Министерством образования и науки Украины. И, конечно же, мы принимали это консолидированное решение о том, что все должны получать высшее образование, все те, кто хотят получить качественное образование. Сегодня жизнь, она очень такая мобильная, она очень динамична. И сегодня все те, кто хотят развиваться, они должны понимать, что им нужно обладать более широкими навыками, чем было это прежде. И Международный гуманитарный университет, учитывая эти все тенденции, с инициативы президента Международного гуманитарного университета, делает все для того, чтобы все желающие могли получить второе высшее образование. И что немаловажно, есть понимание со стороны Министерства образования и науки Украины, что те, кто уже сегодня работает, естественно, у них нет времени подготовиться к внешнему независимому оцениванию, и сдавать его наравне со школьником. Плюс у них уже есть опыт и багаж знаний, что позволяет им не идти на внешне независимое оценивание, а сразу, сдавая внутренний экзамен в Международном гуманитарном университете, получить второе высшее образование. Международный гуманитарный университет является многопрофильным учебным заведением. Уже на протяжении нескольких лет ВУЗ готовит специалистов в области права и международного права, экономики, медицины, искусства, дизайна, отельно-ресторанного бизнеса, IT-технологий, филологии и международных экономических отношений. Институт права, экономики и международных отношений приглашает всех бакалавров поступить в магистратуру. Мы предоставляем самый широкий спектр специальностей. Это менеджмент, международные экономические отношения, право, маркетинг, а также компьютерную инженерию. А также институт предоставляет уникальную возможность поступить в магистратуру без ЗНО. Если у вас есть диплом магистра, вы можете поступить в магистратуру без ЗНО на основании этого диплома. Я считаю, сегодня Международный гуманитарный университет, благодаря нашему президенту, академику Сергею Васильевичу Кивалову, лидер в этом плане. Также факультет лингвистики и перевода продолжает набор абитуриентов на образовательный уровень магистр. Это специальности филология и психология, дневная и заочная форма обучения. Также хотелось бы отметить, что есть возможность поступить на магистратуру, получить второе высшее образование без ЗНО, не сдавая единый вступительный экзамен. То есть, если у вас уже есть диплом магистра или диплом специалиста, есть возможность поступить в магистратуру на специальности без ЗНО. Заочная форма обучения также продолжается прием документов, такие же условия поступления, то есть, есть возможность поступить без сертификата ЗНО. Стоит отметить, что кроме дневной формы обучения университет предлагает и заочную. Таким образом, получать высшее образование смогут студенты, которые совмещают университет и работу. Также впервые в этом году учиться заочно смогут и на факультете искусства и дизайна. Кроме этого, набор студентов продолжается и в медицинском институте Международного гуманитарного университета. В этом году, пожалуй, первый раз был объявлен набор на заочную форму обучения на специальности дизайн. Дизайн графический, дизайн мультимедийный. Поэтому творческая молодежь, которая работает и параллельно хочет получить высшее образование, сегодня имеет такую возможность. Поэтому мы ждем прежде всего младший бакалавр и младший специалист, а также выпускников 11 классов. Одесский медицинский институт продолжает вступительную кампанию. Актуальным сейчас является заочная форма обучения. В этом году, благодаря Министерству здравоохранения, мы получили бюджетные места. И до ноября месяца будем принимать студентов на первый курс заочной формы фармации, после школы и после колледжа на второй курс заочной формы обучения. Также у нас остается еще возможность принимать абитуриентов, которые имеют высшее образование по смежным специальностям с медициной. У нас сокращенную форму обучения, медицина на 5 лет обучения, стоматология на 4 года обучения, фармация тоже на 4 года обучения. Кроме того, что Международный гуманитарный университет готовит специалистов в различных сферах деятельности, с этого года абитуриенты смогут стать студентами бюджетной формы обучения. В этом году Министерство образования и науки Украины выделило бюджетные места для Международного гуманитарного университета. Таким образом, получать образование европейского качества можно будет бесплатно. Международный гуманитарный университет – это флагман образования сегодня в Украине. Впервые я хочу подчеркнуть, что по инститиве президента Международного гуманитарного университета, академика Кивалова Сергея Васильевича, с помощью Министерства образования и науки Украины, мы впервые в этом году получили государственный заказ. И теперь мы уже готовим за бюджетные деньги. Во всем мире это такая практика. Если частный вуз получает год заказ, это, я вам скажу, очень серьезный показатель престижности и качественности подготовки. Потому что государство не будет платить деньги на обучение тех специалистов, где они получают некачественное образование. Мы к этому стремились. Мы хотели, чтобы лучшие абитуриенты, лучшие школьники Украины, которые показали высокие результаты внешнего независимого оценивания, могли получать бесплатное образование в лучшем университете, коим является Международный гуманитарный университет. Вступительная кампания также продолжается и для выпускников девятых классов. У них еще есть возможность стать студентами колледжей Международного гуманитарного университета и в дальнейшем получить диплом младшего бакалавра. За время вступительной кампании 2021 колледжи уже показали рекордные результаты, но желающих поступить еще много. Поэтому администрация ВУЗа решила продлить прием документов в колледжах МГУ, чтобы абитуриенты не упустили возможность по окончанию учебного заведения получить диплом о профильном образовании. Сегодня фаховый и медичный фаховый колледжи Международного гуманитарного университета продолжают вступную кампанию для вступников на основе базовой и загально-средней обучения. Та пропонуємо нашим абитуриентам такий у специальності право, экономика, готельно-ресторанно-справа, філологія, початкова освіта, дизайн, музичное мистецтво, компьютерная инженерія, а також медичный фаховый колледж пропоную такі спеціальности, як фармація та психология. Тому ті, хто не встиг вступити до колледжа МГУ, вступна кампания продовжується, та вона буде триватиме до 26 серпня. Тому чекаємо усіх абитуриентів вступити до нашої дружньої сім'ї колледжів МГУ. Основной етап вступительной кампании уже позади, но у поступающих є ще немало вопросів. Ні для кого не секрет, що обратна связь – це важна составляюща при поступліні в УЗ. Тому на базі МГУ по-прежнему работает штаб абитуриента 2021, который буде функціонувати до начала учебного процеса. Напомню, що приємна комісія работает ежедневно з 9 до 6 вечора по адресу Фонтанская дорога 33.